За время Минских соглашений Россия и так называемая армия ДНР-ЛНР развиваются гораздо быстрее. Вот кстати про армию ЛНР-ДНР. Значит что это такое? Мы с ними общались, когда обменивались телами погибших во время Дебальцева. Значит первый призыв, если ты не приходишь по повестке, тебя в штрафбат в Донецк, там человека очень серьезно ломают. Второе, если не приходишь по повестке второй раз, тебя расстреливают. Значит для многих это возможность хоть как-то обеспечить свою семью, потому что действительно очень серьезные проблемы сейчас и с жизнью, и с уровнем жизни на оккупированных территориях. Чтобы вы понимали, что это за люди, что не все это там какие-то злодеи патологические, сепаратисты, только 40% населения Донецкой области, я могу ошибаться, но цифры примерно такие, когда-либо покидала пределы своей области. То есть многие не просто не представляют, что такое там западная Украина, что такое центральная Украина, они в Киеве даже не были. Поэтому их легко очень сильно наших бывших, скажем так, соотечественников, они сейчас себя так и в имени считают, оболванивать пропагандой. Именно российской. У меня есть люди, которые там знакомые, проживают сейчас в Донецке-Макеевке, в основном пожилого возраста, они говорят, что приезжаешь туда, вот к ним там приезжают родственники навестить, 3-4 дня там побыл, тебе уже приходится прилагать усилия, чтобы воспринимать ситуацию адекватно, потому что очень серьезная пропаганда. Вот примерно как развивается. Почему развивается армия ДНР, ЛНР? Потому что Россия очень чувствительна к потерям, постоянно возникают какие-то волнения, протесты, давление на военное командование со стороны родственников, семей, матерей и так далее. Поэтому стараются сейчас воевать силами именно тех людей, кого можно ложить без счета. ЛНР, ДНР. У них действительно много людей погибло, но там осталось более миллиона человек, поэтому человеческий ресурс существует. Вот. Сейчас очень сильно сосредоточена там военная техника российская, военные инструктора. И когда мы слышим о том, что мы используем время перемирия для развития своей армии, они это делают гораздо быстрее. Поэтому тут нужны совсем другие решения. Это отдельный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok